Здравствуйте, уважаемые телезрители! В декабре 1945 года мировой кинематограф отметил свой первый значительный юбилей – 50 лет. Молодое искусство кино уверенно вступило в пору своей зрелости, заняв в жизни общества свое почетное место. Кино стало явлением социальным. Примерно с конца 40-х годов миф об американской мечте благодаря Голливуду уже внедрился сначала в местные умы, а затем уже и в мировые. Тогда же и возникли стандарты стиля, а затем и его воплощение в виде моды, манер поведения и других социальных ориентиров. Киностудии начала 50-х пребывали в поиске новых героев и лиц, соответствующих великой американской мечте. Именно в этот момент появилась актриса, ставшая на долгие годы олицетворением невероятной женственности и красоты. Мерлин Монро – белокурая богиня, так называли ее восторженные поклонники. Легенда при жизни и легенда после смерти Монро прожила яркую, но трудную жизнь. Красавица, которой завидовали миллионы женщин, актриса, чей стремительный взлет на вершину киноолимпа казался чудом. Но она так и осталась – маленькой золушкой, попавшей на роскошный бал жизни, где искала и не находила своего счастья. Мерлин Монро – настоящее имя Норма Джин Бейкер, родилась 1 июня 1926 года в Лос-Анджелесе. В возрасте двух недель Гледис, мать Нормы Джин, отдает девочку в приемную семью. Муж Гледис не признает свое отцовство и девочка считается незаконно рожденной. В 1933 году Гледис забирает дочь и переезжает вместе с ней жить в Голливуд. Мать Нормы страдала депрессией, и в эти моменты о девочке заботилась ее подруга Грейс Маки. Позже Норма Джин попадает в приют для сирот, а оттуда уже переезжает жить к тете Грейс Маки. Мерлин Монро не знала материнской любви и ласки. Ее опекали совсем чужие люди. Она выросла, как прекрасный цветок на обочине жизни, и, казалось, горькая судьба сироты не предвещает ничего хорошего. В 15 лет Норма Джин расцвела, юноши стали обращать на нее внимание, и у нее появилась некоторая уверенность в себе. За Нормой Джин стал ухаживать Джим Доггерти, взрослый самостоятельный юноша, что очень льстило юной Норме. Сначала он воспринимал Норму как ребенка, позже стал ухаживать, но Норма не сразу ответила на его внимание. В начале 1942 года семья, у которой жила Норма, должна была переехать. Забрать ее с собой они не могли. Тогда Норма принимает ухаживание Джеймса. Она боялась снова попасть в детский дом. Она бросает в школу. Позже у нее появится комплекс на этой почве. А в пятницу, 19 июня 1942 года, был заключен брак Нормы Джин и Джеймса Доггерти. Спустя много лет Джеймс говорил, что их брак был счастливым, но Мэрлин вспоминала иначе. «Джеймс был хороший муж, но я умирала от скуки. Я не понимала, кто я и что я делаю». После свадьбы Джеймс ушел служить в армию. Норма Джин устроилась работать на военно-авиационный завод. Осенью на завод приехала команда фотографов с целью сделать фоторепортаж о вкладе американских женщин в борьбу с фашизмом для очень популярного журнала. Фотограф Дэвид Коновер заметил Норму Джин и сделал серию ее снимков. Фотограф очень удивился, что перед камерой девушка ведет себя как профессиональная модель. По его совету Норма Джин оставляет работу на заводе и идет устраиваться в агентство «Блю Бук». До весны 1946 года фотографии Нормы Джин появились более чем в 30 журналах. Когда Джеймс вернулся с войны, он заметил некоторые изменения в жене. Ему не понравилось, что она снялась в рекламном ролике. Да и вообще ему и его маме не нравилось, что Норма позирует перед объективами камер. Несмотря на это, она все равно выезжает на Рождество с фотографом Андрей Динсом. Когда она вернулась, Джеймс поставил ультиматум – или их брак, или ее карьера. Но Норма Джин уже мечтала играть в кино. И когда она узнала, что продюсеры отдают предпочтение незамужним актрисам, то это и поставило точку в брачных отношениях. 13 сентября 1946 года супруги Доггерти развелись. Вскоре она подписывает контракт с киностудией «Двадцатый век Фокс». И тогда же ее имя впервые было замечено в хронике Голливуда. Ей предлагают сменить имя. Например, на Мэрлин Лиун. Но в итоге остановились на имени Мэрлин Монро. Фамилия Монро принадлежала бабушке Нормы Джин. Накануне Нового года Мэрлин знакомится с Джонни Хайдом, очень влиятельным человеком в Голливуде. Он влюбляется в молодую актрису. Именно Джонни создает великолепный образ Мэрлин Монро. Следуя его советам, актриса изменилась и облила позже свой звездный статус. Вторым своим учителем Монро называла Наташу Литес, который научил ее играть. Она была жестокой и очень деспотичной женщиной. В июне Мэрлин начала сниматься в фильме «Хористки». Студия заплатила за выпрямление и отбеливание ее зубов. Вскоре ее очертания изменились. Они стали более плавны. И появилась фирменная сияющая улыбка Монро. А благодаря Джонни она получает роль в фильме «Счастливая любовь». Летом 1949 года Мэрлин гастролировала в поддержку фильма «Счастливая любовь». По вечерам она много читала Фрейда, Пруста, русскую классику. По возвращению в Нью-Йорк ее находит давний друг Андре де Динс и приглашает встретиться в субботу на пляже Лонг-Айленд. Он сделал много ее фотографий. Она сияла от радости. Вспоминал потом Андре. Ее карьера набирала обороты. В августе Мэрлин получает роль в фильме «Билет в Тамагавк», где она уже пела и танцевала. В октябре Монро начала сниматься в фильме «Асфальтовые джунгли». В январе 1950-го она уже играет небольшую роль в фильме «Огненный шар». Затем получает роль в фильме «Правый крест». А в начале весны она уже снимается в эпизоде фильма «Из жизни родного города». В апреле 1950-го она снялась в знаменитом фильме «Все о Еве». Фильм получил шесть Оскаров. Мэрлин снялась только в двух сценах, которые сыграли решающую роль в кино. Но критики не заметили ее как актрису. В начале 1951 года она знакомится с Артуром Миллером, известным драматургом. Он начал постепенно в нее влюбляться, и чтобы не разрушить свой брак, он покидает Лос-Анджелес. Позже он писал «Я вынужден был бежать, иначе я бы разрушил границы сознания, а еще ее запах». Он захватил мое воображение, и только в 1956 году они поженились. А пока, 29 марта 1951 года, Монро появилась в первый и последний раз на церемонии вручения «Оскар». Она вручала «Оскар» за лучший звук для фильма «Все о Еве». Тогда же она закончила съемки фильма «Любовное гнездышко», где выступала очередным украшением экрана. Ей казалось, что она застряла на месте. Осенью 1952 года Мерлен получила роль в музыкальной комедии «Джентльмены предпочитают блондинок». Она работала над этой ролью так, как будто это была ее последняя роль в жизни. Монро требовалось отснять 20, а то и 30 дублей для того, чтобы получить удачный эпизод. Но камера любила актрису, ей просто иногда не хватало уверенности. В марте 1953 года актриса снимается в фильме «Как выйти замуж за миллионера». После выхода фильма на студию приходит по 25 тысяч писем в неделю. Журнал «Рэдбук» признает Монро как самую кассовую молодую актрису. В этот же период Мерлен познакомилась с всемирно известным бейсболистом Джозефом Полом Диманчо. Джо захотел встретиться с Монро после того, как увидел ее фотографию, где она играет в бейсбол. Он подумал, что у них много общего. Но уже на первом свидании оказалось, что актриса не увлекается спортом и понятия не имеет, как играть в бейсбол. А Джо, к сожалению, не увлекался кино. В прессе быстро прошли слухи об их свиданиях. И Мерлен Монро теперь была не просто актрисой, но и подругой национального героя. Тогда же она снялась в триллере «Ниагара». Роль в этом фильме закрепила позицию Монро в качестве звезды. Джо хотел, чтобы она бросила карьеру. Он хотел, чтобы она стала красивой экс-актрисой, как и он, был великим экс-игроком. Но Монро еще была не готова к этому. Мерлен тогда было всего 26 лет, и в карьере у нее не было еще простоя. 14 января 1954 года состоялась свадьба Мерлен и Джо Диманджо. На церемонии присутствовали только родственники и несколько друзей Джо, а со стороны Мерлен никого не было. 29 января они улетели в свадебное путешествие в Японию, где встретили восторженный прием со стороны болельщиков. Однако их брак не был идеальным. Джо с трудом мирился со славой своей жены. Мерлен Монро и Джейн Рассел написали свои имена и оставили следы рук и ног на Аллее звезд у Китайского театра в Голливуде. В течение недели все крупные газеты писали только об этом событии. Состоялся дебют Мерлен и на телевидении в качестве приглашенной звезды на шоу Джека Бенни. Контракт с Фокс не давал права Монро работать где-то еще и получать за это деньги. Поэтому за работу на шоу она получает в подарок черный кадиллак. А с 16 по 19 февраля Мерлен находилась в Корее. Она получила приглашение от генерала Джона Халта. Он попросил ее спить для солдат. Хотя Джо был против, актриса не смогла отказать генералу. А 8 марта Монро прилетает в Лос-Анджелес, где ей вручают награду лучшая актриса года. Джо, к сожалению, проявил полное равнодушие к этому событию. В этот же период Монро снялась в фильме «Река, которая не течет спять». А по окончанию съемок она сразу же приступила к работе в фильме «Зуд» седьмого года. В фильме была сцена, где у Мерлен поднимается подол платья. Дзимаджо был в ярости, когда он увидел толпу и что каждый мог разглядеть белье его жены. После съемок они вернулись в отель, где Джо жестоко избил актрису. Спустя две недели Монро подает на развод. Кстати, съемки этой сцены для актрисы закончились пневмонией. 12 ноября Монро попадает в больницу. Репортеры здесь ее не оставляют в покое. Они пытаются сфотографировать ее без макияжа и в больничной обстановке. Но уже через год Мерлен объявляет о создании своей собственной кинокомпании «Мерлен Монро Продакшн». На презентации Монро появляется вся в белом и объявляет. «Я устала играть в секс-бомб. Я хочу играть другие роли. Я актриса, а не машина». Мерлен начала готовиться к тому, чтобы стать драматической актрисой. Она поступает на учебу в знаменитую студию Ли Страсберга. Она стала ходить по улицам Нью-Йорка в футболке и джинсах без макияжа. Она хотела стать реальной личностью. Актриса стала думать, что теперь она независима. И что, наконец, она что-то сможет сделать для себя, а не для того, чтобы доставить кому-то удовольствие. Но это была большая иллюзия. Мерлен уже давно жила в постоянном напряжении. В результате чего у нее началась бессонница. Доктор прописал ей транквилизаторы и порекомендовал наблюдаться у терапевта. Актриса на протяжении многих лет была под опекой врачей. Она вновь в этот период встречает Артура Миллера. Их дружба быстро перерастает в роман. И вот уже 1 июля 1956 года была организована свадебная церемония. Берлин и Артура. Она проходила по еврейским традициям. Актриса принимает веру мужа и иудаизм. Ей казалось, что она наконец-таки обретает настоящую любовь и семью, в которой она так всегда нуждалась. После свадьбы молодожены улетают в Англию. На съемке фильма «Принц и танцовщица» с Лоренцом Оливье. Лоренц Оливье быстро подружился с Мерлен Монро. Он искренне восторгался ее актерским талантом и невероятным остроумием. Картину, кстати, финансирует продюсерская компания Мерлин Монро. По возвращению из Англии Мерлин и компания снимают еще один фильм «Автобусная остановка». Премьера фильма «Автобусная остановка» состояла в середине октября. Отзывы критиков были положительные. Мерлин Монро раз и навсегда развеяла миф, что она актриса только развлекательного жанра. А 29 октября 1956 года Мерлин Монро пришла в Императорский театр для встречи с самой королевой Елизаветой. На эту встречу приехали самые известные актеры. В их числе были Джоанн Кроуфорд и Бриджит Бардо. Но Елизавета подошла только к Мерлин. В прессе комментируют. Мерлин Монро достигла пика совершенства. Показала хорошие манеры и красоту. Этим она и завоевала Англию. Пожалуй, можно сказать, 1956 год был самой счастливой в жизни актрисы. А вот следующие три года Монро преследует неудачи. Простой в работе, две неудачные беременности. И поэтому у актрисы началась тяжелейшая депрессия. Несмотря на болезненное состояние, она дает согласие на съемки в фильме «В джазе только девушки». Для режиссера она по-прежнему душечка. Хорошенькая солисточка веселого дамского оркестра, мечтающая выйти замуж за миллионера. Фильм имел огромный успех. И ее игру отметили как отличную. В 60-м году на экраны вышел фильм «Займемся любовью». Увы, в тот момент, когда родилась актриса Мерлин Монро, женщине, носившей это имя, оставалось жить совсем немного. Мерлин несколько раз в неделю уже посещает своего психоаналитика. Ее врач Мариана Крис была не в состоянии предотвратить ее зависимость от снотворных. Актриса начинает набирать вес, слишком много выпивать, переносит несколько вирусных заболеваний. Мерлин писала в своем дневнике «Я стараюсь быть актрисой, играть искренне, но чувствую, что иногда нахожусь на грани безумия. Я просто пытаюсь добраться до своего истинного «я». Но это очень трудно. Я говорю себе время от времени. Мне нужно быть искренней. Но иногда это так непросто. Я постоянно испытываю тайное чувство. Я фальшивлю. Я неискрена». Но она была совершенно искренней со своими поклонниками. Она очень любила давать автографы и всегда удивлялась, что такое внимание обращено именно к ней. Она всегда была в центре внимания. Ее идеальные формы украшали календари, стены баров, кружки, наволочки и даже колоды карт. С Артуром Миллером отношения не складывались. Как все крупные писатели, он был, конечно, зациклен только на собственном творчестве. Ее встречи с доктором Крис приносят слабое утешение. Мерлин недовольна отношениями в браке. Она говорила «Я думаю, что я живу ложной жизнью». Тогда же Мерлин получает свою награду. Статую Давида Донателло «Итальянский Оскар» за роль в фильме «Принц и танцовщица». Студия «Фокс» назначает актрису быть послом американской культуры. 19 сентября представители киноиндустрии провели прием в честь самого Никиты Хрущева, который в это время путешествовал по всей Америке. Мерлин была предложена встать из-за стола и просто поздороваться с ним. Позже она сказала с гордостью «Он посмотрел на меня, как мужчина смотрит на женщину». Он просто посмотрел. В июле 60-го года начались съемки фильма «Непрекаянный». Фильм был снят на черно-белую пленку. Во время съемок особая дружба связала Монро с Кларком Гейблом. В ее фантазиях он заменил ей отца. Еще девочкой когда-то очень давно она придумала себе легенду о том, что именно Кларк – ее настоящий отец. Во время съемок Артур Миллер все время переписывал сценарий и менял образ героини Мерлин. Актриса, в свою очередь, стала системно принимать таблетки для сна. Иногда ей водили инъекции снотворного. Ее надежды на этот фильм не оправдались. Отношения с Артуром зашли в полный тупик, и после съемок супруги разошлись. 24 января 61-го года состоялся развод с Артуром Миллером. Она говорила, «Я расстроена, и я не хочу, чтобы пресса сейчас меня беспокоила. Миллер – замечательный человек и великий писатель, но наш брак не дал нам того, что мы хотели». Позже она говорила о бывшем муже по-другому. «Я думаю, Миллер является лучшим писателем, но не лучшим мужем». В это же время, по совету Марианы Крис, актриса несколько раз в неделю стала посещать психоаналитика Аральфа Гринсона. Хочу заметить, что именно психоаналитики сыграли роковую роль в жизни актрисы. Лечение не помогало, а только лишь усугубляло. Аральф Гринсон был очень рад и горд, что у него такая известная и знаменитая пациентка. Он привел Мерлин в свой дом, и до конца ее жизни она считалась членом его семьи. Это была большая ошибка в ее лечении. Она была всегда очень добра и нежена к детям. Актриса всегда мечтала о собственном ребенке, о котором она могла бы заботиться. Возможно, радость материнства спасла бы ее от тяжелой депрессии. Другой страстью были книги. Она всегда много читала. Правда, в эту ее страсть и к знаниям мало кто верил. Поэтому, когда она попадала в объектив, то просила фотографа в пару раз щелкнуть ее с книжкой. После развода Мерлин пребывала в безрадостном настроении. Два ее последних фильма имели очень плохие отзывы. Не только среди критиков, но и среди зрителей. Она все время проводила дома, в темной спальне. Постоянно принимала снотворное. Состояние актрисы встревожило Марианну Крис. И 5 февраля она увезла Мерлин в психиатрическую больницу Нью-Йорка. Там, к ужасу, актрисы ее поместили в мягкую палату, где она два дня в кровь сбивала дверь в свои кулаки, требуя освобождения. Мерлин перенесла ужасный шок. Постоянно плакала и рыдала. Она просила ее выпустить. Но персонал был вынужден пойти на такие миры. После этого случая она ненавидела закрытые помещения и всегда в ее спальне двери были открыты. Благодаря Джо Диманджоу, который не терял с ней контакт и все еще любил ее, она покидает клинику. В это время в Голливуде начинают ходить слухи о романе Мерлин с Джоном Кеннеди. До сих пор остается загадкой, была ли связь между ними или нет. Из-за отсутствия фактов ни один серьезный биограф не написал, что Монро и Кеннеди были любовниками. Можно лишь утверждать, что они встречались 4 раза на разных мероприятиях. Последняя встреча состоялась в мае на галоконцерте в честь Дня рождения президента, где Мерлин исполнила известную поздравительную песню для Джона Кеннеди. Жизнь Монро всегда была наполнена слухами, сплетнями, журналистскими утками, здорово переплетающимися с правдой. Что из этого вымысела, что истины, уже, наверное, не знает никто. Скандалы подстерегали Мерлин буквально везде, начиная с ее рождения. Но, несмотря на все скандалы и сплетни, Монро подражали миллионы. Всю свою жизнь она продвигала свободу личности и американскую мечту. Образ Мерлин Монро и ныне является популярным, по сей день ее персона не сходит с разворотов газет и переплетов книг. В последние дни жизни рядом с Мерлин был ее верный Джо Диманджо. Они решили снова пожениться. Свадьба была назначена на 8 августа 1962 года. За три дня до бракосочетания произошла трагедия. Мерлин скончалась в ночь на 5 августа в возрасте 36 лет в собственном доме. Согласно официальному медицинскому заключению от смертельной дозы снотворного. И кто знает, как бы могла сложиться судьба Монро, если бы природа не наградила эту женщину прекрасным телом, удивительной кожей, хорошеньким личиком, где обаяние ангела сочеталось с соблазнительностью искусительницы. Памятник Мерлин Монро, актрисе с печальной судьбой, можно увидеть в Норвегии. Она была наполовину норвежкой. И поэтому норвежцы решили, что ее образ должен быть запечатлен именно в Норвегии. Биография Мерлин Монро известна доподлинно. Но как это ни парадоксально, обстоятельства ее смерти занимают умы людей гораздо больше, чем жизнь и творчество белокурой богини. Потому что богини не умирают. По крайней мере, не должны умирать. Прошло полвека, с тех пор, как актриса ушла из жизни. Но память о ней доказывает, что в истории мирового кино Мерлин Монро была более феноменальным явлением, чем просто красивая и чувственная блондинка, ушедшая из жизни непонятой. На этом позвольте с вами попрощаться. До новых встреч на перекрестках истории кино.